Сложные отношения с соседями. Как их наладить? Люди находятся в невежестве. Как это выражается? В чём их невежестве? В невежестве? Ну, когда я с ними начинаю разговаривать, то есть они знают, что я ненормальный человек, да? Духовной практикой занимаетесь, да? Для них я ненормальный человек. Для них вы ненормальный человек. Ну... Вы же нормальный человек. Скажем так, я год психушки пролежал, и они мне считают ненормальным. А, вот так вот. Да. Вот. Они как это... Если что-то ненормальное будет со мной, они могут меня засунуть обратно на эту психушку. Что мне делать? Как мне наладить с ними отношения? Я вам сейчас несколько примеров приведу, как моя семья налаживает отношения. Вот сейчас мы арендовали дом. В деревне, где я живу, под Краснодаром. Там соседи с обоих сторон. И один сосед военный был военным всю жизнь, и он привык только командовать, и все. Он старше меня, где-то лет на 15, наверное, тоже в возрасте человек. И он меня как-то подозвал к забору и говорит мне, «Картошка нужна?» Я говорю, ну давайте. Он говорит, сколько? Я говорю, 3 килограмма. Он говорит, цена такая-то. Я говорю, согласен. Он принес мне ведро, я ему взял картошку, и он потом мне говорит, «Твоим друзьям картошка нужна?» Я говорю, я не знаю, я их не спрашивал. Он говорит, надо спросить. «Картошка хорошая, а лук тебе нужен?» Я говорю, я лук не ем. Он говорит, в смысле? Я говорю, ну не ем лук, как бы, считаю, что его не нужно есть. Он, да ты что, лук это самый полезный продукт. Сколько лука берешь? Я говорю, я его не ем. И так мы с ним разговаривали. Наверное, полчаса я ему объяснял, что я лук не ем, он мне доказывал, что я должен взять как минимум 5 килограммов лука у него. Потом у меня жена приготовила, ну как обычно она приготовила с молитвами, и позвонила к ним в калитку, там бабушка вышла, его жена, и она угостила ее покушать, принесла ей покушать. Они покушали, и дед вышел такой довольный и говорит, знаешь, я всю жизнь военный, ты уж меня прости, что я так настаивал. А я, кстати, ну никак не проявил грубость, я просто принял его таким и соглашался с ним, кивал все время. Он думал, что еще немного, я возьму лук. В конце концов мы решили, что я подумаю. Какое-то время подумаю, потом скажу ему ответ, возьму я лук или нет. Точно так же у нас получилось с клубникой, я у него пару раз взял клубнику, потом он заставил меня, чтобы все мои друзья взяли клубнику и так далее. Ну в общем, в конце концов, все закончилось тем, что когда он меня видел, начал улыбаться и обмяк, потому что я всегда благожелательно к нему относился и принял его с таким характером, как вот у него есть. Потом бабушка узнала, что я врач, я решил ее полечить и так далее. Ну то есть идея заключается в том, что потом, когда у них выросла тыква, он начал требовать, чтобы я у него взял две тыквы за так. Просто так он решил меня угостить. Мы пытались дать деньги, там тоже стычка произошла уже на этом плане. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что соседям надо служить. Сначала надо служить желаем счастья. Вот вы сейчас сказали не о проблеме в отношениях. Проблема в отношениях — это результат внутреннего чувства. Я сейчас вижу, я вижу, по крайней мере, то, что я чувствую, что там есть мужчина, есть женщина. В основном женщина у вас проблемы. Так? Вы мне не все сказали, но я кое-что увидел. Я увидел, что между вами действует карма, и в ваших сердцах вот между вами дорожка соткана просто из жуткого напряжения. Попробуйте сейчас пожелать ей счастья. Желаете? Какой результат? Ну-ка, микрофончик. Что, я чувствую? Да, вот вы желаете ей счастья. Что вы чувствуете? У меня слезы выступают. А? Слезы. Ну, то есть вы чувствуете какое-то напряжение, да? Тяжело. Вы чувствуете тяжесть какую-то, да? Вот. Это победа над судьбой. То есть нужно реально просто совершить силу, применить силу внутреннюю, внутри себя. Пойти вспять. Потому что мы обычно подчиняемся чувству, которое мы имеем в сердце. А здесь ему не надо подчиняться. Надо просто и начать ей желать счастья, веря, что у вас будет другое ощущение по отношению к этому человеку. Вам надо сейчас желать ей счастья, желать счастья. И так делать. Не надо с ними никаких отношений строить. И так делать где-то в течение месяца. Я уже вот просто доброжелательно думаю об этом человеке. И я уже увидел причину, почему она так к вам относится. Уже причина есть. Хотите, я вам ее скажу? Да. Причина очень банальная. Страх. Страх. Все правильно. Она боится просто. Она вас боится. Все правильно. Понятно, что правильно. Потому что я чувствую ее сердце. Не, подожди, чтобы зрителям это понятно было. Но страх пройдет, когда вы наполните ее сердце счастьем с помощью своих пожеланий. И дальше нужно сделать следующее. У вас есть жена? Или вы один живете? Речь идет о жене. В смысле? Это женщина, это моя жена. Она соседи, а рядом живут с вами? Мы живем в соседних комнатах. Я думал, это соседка. Нет, вы ошиблись. Вы сказали, может быть, я не понял правильно вас. Я сказал, это женщина. Хорошо. Ну, все же очень просто. Если это жена, еще проще все. То есть она боится вашей болезни тогда, а не вас. Вам надо йогой заняться, хатха-йогой. Вам надо делать статические упражнения, очень долго, как каждое упражнение. У вас очень сильно напряженный мозг, и он начнет расслабляться в результате этих упражнений. Надо вот, допустим, вот так вот ноги сгибать вверх и так держать их. Как только расслабляются ноги, дальше сгибать. И так сгибать ноги и разгибаться по 20-30 минут в день, не совершая насилия над собой. Просто дальше, дальше, дальше вот так сгибаться. Это вызывает сначала ощущение тяжести, жар во всем теле пойдет, а потом вы начнете расслабляться, и у вас психика станет очень расслабленной. Это приведет к выздоровлению. Вы сможете таким образом победить свою болезнь. Понимаете, я не считаю, что я болен, а считают другие люди, что я болен. Я тоже считаю, что я болен. Хорошо. И вы должны просто принять авторитет старшего сейчас. Потому что не всегда, когда человек болен, он знает об этом. Хорошо. Ваша болезнь заключается в том, что у вас очень напряженный ум. Иногда эта напряженность вызывает к изменению восприятия мира. Картинка чуть-чуть в сторону уходит. Для того, чтобы этого не было, я вам предлагаю эту гимнастику, расслабление тела. Или вы садитесь вот так, ноги вытягиваете, постепенно нагибаетесь 20-30 минут. Но дальше нагибаться надо, когда вы чуть-чуть расслабились. Это требует воли, волевых усилий. Можете повторять в это время, я желаю всем счастья, чтобы энергии, думать о святости. Вам таким образом, вы будете расслабляться. Когда ваша психика начнет расслабляться, жена тоже будет расслабляться. Она реагирует на напряжение в вашем уме, а не на вашу болезнь. Не на вас, как человека. Вы должны знать, что когда муж имеет такое заболевание, жена тоже его имеет. Только она имеет по-другому. У нее очень высокая чувствительность, и она боится много чего, не только вас в жизни. Вам надо вместе победить этот Петти Фрафлен. Желайте счастья. Думайте о святости. Желайте счастья своей жене. И пройдет 3-4 месяца, вы увидите колоссальные перемены в вашей жизни. Но до этого вам не надо пытаться строить с ней близкие отношения. Есть слой невежества, болезнь — это невежество. Потом переходит в страсть. Слой страсти означает, можем внешне общаться, но нет глубины. Так живут большинство людей. Большинство людей, они общаются друг с другом внешне, но глубины в отношениях нет. Причина — нет внутренней жизни, нет отношений. Отношения строятся через вот это вот пожелание, счастье, прощение. Строятся глубокие отношения с человеком таким. Многие люди даже не понимают, о чем я говорю вообще. Если глаза закроешь, вспомнишь близкого человека, три варианта будет. Первый вариант — ничего не помнишь. Второй вариант — вспомнил что-то плохое. Третий вариант — светлая память о близком человеке. Эта светлая память означает, уже мостик установлен чистый, очистили отношения. Как мы зубы чистим, изо рта не воняет. Так и память светлая, не воняют отношения. Связь с людьми хорошая, с человеком чистая связь. И даже если человек ушел из жизни, то с ним надо все равно эту чистую связь устанавливать и поддерживать. С помощью молитвы, вот этого вот пожелания счастья. Когда человек уходит из жизни, то к нему есть три варианта ощущения. Первый вариант — тяжесть сердца, как камень. Люди из-за этой тяжести в депрессию входят, начинают болеть и тоже быстро уходят из жизни. Это реальная сила, которая разрушает судьбу. Это объем работы просто, тяжесть сердца. Означает, что по жизни вы очень плохо относились друг к другу, и трудность вот эта в ваших отношениях сделала очень большую проблему в судьбе. Поднимите руку, у кого сейчас такое тяжелое сердце по отношению к человеку ушедшему. Вот это надо делать. Вы начали уже так делать? Нет? Начали желать счастья, молиться. Когда вы это начали делать? А? Что? Надо это начинать делать. Где-то четыре месяца требуется, чтобы камень сердца свалился. Потом второе чувство — это чувство разлуки или печали. это означает страсть. Невежество — это камень. Чувство разлуки означает, что есть связь, но она не чистая. Нуждается опять она в очищении, эта связь. Камень означает блок в отношениях. Сердца должны иметь отношения, а в них грязь. Знаете, конденсатор, с одной стороны, накапливается энергия, и невозможно ее... ну как бы ток не идет. Тут труба забита. Ну такие сравнения как бы привожу простые, чтобы понятно было.